В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Руничи. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. За социально значимую и общественную деятельность пятеро молодых саровчан стали обладателями грантов города. Провести вечер в музее саровчане приняли участие в акции «Ночь истории». Семейные старты в спорткомплексе в НЕФ прошел спортивный праздник. Далее расскажем обо всем подробно. Каждый год молодые активные юноши и девушки, лидеры молодежных объединений, становятся обладателями грантов за социально значимую и общественную деятельность. В этом году дипломами, памятными подарками и денежным вознаграждением были отмечены пятеро саровчан. Грантополучателем этого года стал педагог СПТ имени Музрукова, руководитель музейного объединения техникума «Поколение Зато», куратор движения «Волонтеры Победы» Михаил Савин. В пятом классе в руки Михаила Савина попала книга известного советского и российского историка Юрия Емельянова «Сталин. Путь к власти». Она-то и открыла мальчику дверь в увлекательный и неизведанный мир истории. После школы Михаил поступил на исторический факультет Нижегородского университета, окончив который вернулся в родной город и пополнил педагогический коллектив Саровского политехникума. Преподавание истории в современное время, оно всегда, с чем мы сталкиваемся, с тем, что очень большая противоречивость оценок. И наша задача не только донести до учащихся эту оценку, а еще сделать так, чтобы они научились думать, то есть чтобы они принимали ту или иную сторону в зависимости от их взглядов и убеждений. История, политология, общество знаний и основы философии. Все эти предметы Михаил Савин преподает своим студентам, а в свободное от занятий время занимается воспитательной работой. Под его руководством с техниками действуют местные организации «Волонтеры Победы» и работает музейное объединение «Поколение Зато». Это большая патриотическая работа. Мы стараемся прививать нашим студентам связь поколений, очень сильно связь поколений, то есть именно методом общения с людьми старшего возраста, как пример, пример жизни. Михаил Савин успевает преподавать социально-гуманитарные дисциплины у 11 групп, курировать курс техников-электриков и проводить воспитательную работу в СПТ. Параллельно преподаватель истории пишет статьи, участвует в конференциях, занимается исследовательской деятельностью и готовится к написанию диссертации. Новость о том, что его фамилия вошла в список грантополучателей этого года, была неожиданной. Но всегда приятно, когда твою работу отмечают на таком высоком уровне. Приятно тем, что городская власть, общественность, она оценивает труд, оценивает возможности людей и поощряет их в соответствии со своими возможностями уже. Сегодня Михаил Савин вместе со своими студентами собирает интересные факты и архивные документы об истории Саровского политехникума. Благодаря этой непростой и кропотливой работе уже к концу ноября на свет появится книга о преподавателях и мастерах производственного обучения. Праздничные дни прошли для сотрудников полиции относительно спокойно. Саровчане писали жалобы на соседей, которые неправильно паркуют свои автомобили, и даже на собак, устроивших во дворе драку. Но не обошлось и без серьезных преступлений. С башенного крана на территории городского рынка неизвестный похитил около 70 метров кабеля. По факту кражи заведено уголовное дело. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Ночь, звонок на телефон, ваш сын попал в беду. Срочно нужны деньги. Схема обмана старая и всем известная. Но тем не менее до сих пор рабочая. На прошлой неделе жертвой такого мошенничества стал пожилой мужчина. Сообщили о том, что его сын попал в беду, и дабы решить эту проблему, нужно 60 тысяч рублей. Что сейчас подъедет к нему таксист, и с ним необходимо передать денежные средства. Пожилой мужчина деньги передал, и только спустя некоторое время понял, что его обманули. Стражи порядка личность таксиста уже установили. За свои услуги посредника он предположительно получил около тысячи рублей. Сейчас проводится проверка, и выясняется его причастность к этому преступлению. Административное расследование ведется и в отношении женщины-водителя, которая устроила ДТП на улице Давиденко. Водитель, 82-го года рождения, женщина, управляя автомашиной Volkswagen Golf, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части дороги и совершила наезд на световую опору. Столп освещения такого обращения не выдержал, подломился и упал на немецкую машину. В результате происшествия женщина получила травмы грудной клетки и ноги. По предварительным данным, дама была пьяной, и, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет ей придется ходить пешком. А еще возместить расходы на ремонт световой опоры. С 12 по 23 ноября Министерство внутренних дел России по Нижегородской области проведет второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Главная цель – проверить места массового пребывания несовершеннолетних и пресечь преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Информацию о том, где расположены притоны, будут принимать сотрудники прокуратуры по телефону горячей линии 7-56-36. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующего года родители дошкольников будут платить за детский сад 2090 рублей в месяц. Новый тариф зафиксирован в постановлении городской администрации. Документы опубликованы на официальном сайте городской управы. Для справки стоимости услуг дошкольных учреждений пересматривают ежегодно. Сейчас присмотр и уход за детьми обходят с родителем в 2010 рублей. В КБ номер 50 рассказали о последних изменениях. Как сообщают медики, в детской поликлинике перенесли на вечер время, когда обновляется запись на прием к врачам. Теперь новые талоны появляются на портале пациента ежедневно в 18 часов. Православный волонтерский центр «Радость моя» объявил о начале акции «Подарим детям Рождество». Первый сбор средств на подарки и организацию праздников детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также на поддержку нуждающихся семей, состоится 21, 22 и 23 ноября в торговых центрах города. В конце декабря и начале января волонтеры будут поздравлять детей на дому и приглашать их на рождественские праздники. Своими руками создать народную куклу, попробовать традиционно осенние угощения, лично пообщаться с ветеранами комсомольского движения и узнать у них все о той эпохе. Наш город принял участие во всероссийской акции «Ночь истории». Саровчане получили уникальную возможность провести вечер в залах городского музея и музея народной игрушки, узнать новые факты об истории родного края и принять участие в различных конкурсах и викторинах. На «Ночь истории» побывала и наша съемочная группа. Перед сотрудниками музеев стояла непростая задача – угодить одновременно и детям, и взрослым. И они с ней справились. За один вечер посетители смогли познакомиться с действующими выставками, попробовать себя в роли археологов, посмотреть коллекцию бабочек, а также поучаствовать в различных викторинах. Прошла викторина на знания истории, пришло понимание, что очень много пробелов в этих самых знаниях, и вот совместно с другими участниками пытаемся их устранить. Также в этот вечер все участники акции попробовали свои силы в различных мастер-классах, построили модель домика батюшки Серафима, сделали аппликацию собственного танка и смастерили своими руками куклу-оберег из ткани. Это была кукла в виде мешочка, внутри нее рис, у нее очень история хорошая. Организаторы акции подготовили для гостей интерактивную программу в каждом выставочном зале музея. В зале военной тематики гости могли осмотреть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, и исполнить в караоке песни тех лет. А в зале городского быта сотрудники музея накрыли настоящий русский стол и угощали гостей чаем и сладкими пирогами. В этом году тематика наших угощений – яблоки осень. Это традиционное время сбора урожая, поэтому несколько видов осенних яблочных пирогов, большой самовар. Акция «Ночь истории» нравится не только посетителям, сами музейные работники. Два года назад принявшие ее достаточно критично, сегодня с удовольствием готовятся к беспокойной ночи и стараются делать так, чтобы все гости вечера остались довольными. Они могут прийти, походить по залам музея, поучаствовать в наших мероприятиях, познакомиться с нашей экспозицией, ну и выбрать, наверное, может быть, что-то для себя, чтобы они еще захотели вернуться уже в рамках нашей повседневной работы. Традиционно в «Ночь истории» приняли участие воспитанники Дворца детского творчества и Школы искусств. Ребята исполняли известные музыкальные композиции и играли на народных инструментах. Два месяца учебы позади и наступили долгожданные каникулы. Проверченные работы написаны, оценки за четверть получены. Впереди у школьников неделя для того, чтобы отдохнуть, набраться силы и вновь приступить к занятиям. В последний учебный день ученики 15-го лицея отметили сразу два события. О том, как прошел день лицеиста, расскажем в следующем репортаже. По традиции день лицея празднуют сначала ученики младших классов со второго по четвертый. Торжественный утренник начинается с награждений школьников, которые заняли призовые места в различных конкурсах и олимпиадах, а также активно участвовали в экологических акциях. Наши учителя, директор, они очень много тратят время и возможностей на дополнительное образование. Не только лицейное образование, математика дополнительно, но и пытаются всесторонне развить детей. Родители помогали своим детям выдержать учебную нагрузку первой четверти, а теперь пришли поддержать их выступление на сцене. Мальчишки и девчонки подготовили небольшие сценки о жизни родной школы. Каждый из них любит лицей за что-то свое. Аня Королева ценит в учителях чувство юмора. В лицее очень интересно учиться, потому что здесь очень учителя веселые. Они иногда рассказывают шутки, чтобы атмосфера была веселая, чтобы дети не скучали на уроках. Для Алены Рыжовой учеба в лицее – это возможность получить глубокие знания по предметам, чтобы затем с достоинством представить свой класс на различных конкурсах. В лицее учиться очень здорово. Каждый день я узнаю что-то новое. У нас очень-очень часто проходят конкурсы, олимпиады. Одиннадцатиклассник Никита Бондарев с ностальгией вспоминает начало своей учебы и с завистью смотрит на младших товарищей, у которых впереди годы увлекательной и интересной лицейской жизни. Я не знаю, как это описать. Я смотрю сейчас на детей, которые только что пришли сюда. И одновременно я рад за то, что я заканчиваю эту школу. Я рад, что она мне дала так много знаний. Но с другой стороны отсюда действительно не хочется уходить. Празднование Дня лицея будет идти несколько дней, чтобы каждый ученик смог проявить свои творческие способности. А также традиционно в лесисты торжественно посвятят первоклашек. На протяжении 15 лет профсоюзный комитет и отдел физкультуры и спорта ядерного центра проводят для своих сотрудников семейные старты. За это время количество участников спортивного праздника увеличилось в 5 раз. В этом году соревнования посвятили 70-летию профсоюза атомной отрасли. К тому же организаторы изменили условия проведения семейного турнира. Подробности далее. Шумно, весело и многолюдно бывает ежегодно в начале ноября в спортивном комплексе РФЯЦНЕВ. Сотрудники ядерного центра с детьми традиционно принимают участие в семейных стартах. В этом году в борьбу за звание самой спортивной семьи вступили более 30 команд. А когда-то всего 6 сборных положили начало спортивному празднику. Раньше это было просто спортивное мероприятие. Ну а сейчас мы его проводим в виде такого спортивного шоу, что ли, с элементами концертной программы. Потому что они еще будут приглашать, а также детей, танцевальные группы. Улановы и спорт неразделимы, так считает глава семьи Сергей. Вместе с женой и сыном он участвует в различных городских спортивных соревнованиях. Так как изменили условия конкурса и теперь достаточно, чтобы один взрослый состоял в профсоюзе, Улановы решили попробовать свои силы и в семейных стартах. Цель поставили, мы всегда ставим перед собой цель, но, конечно, у нас не всегда получается побеждать, но победить, чтобы. Хотя конкурсы отборочного тура казались на первый взгляд простыми, но не всегда и не у всех получалось пройти дистанцию быстро и без штрафных очков. Непослушные шары выскакивали из мисок, а сказочный замок рушился на последних секундах эстафеты. Может быть, было не все понятно сразу, но сложно для детей такого возраста, я считаю, что это... Вполне приемлемо. Шестилетний Матвей старался точно выполнять задания. Мальчик внимательно слушал объяснения родителей и аккуратно, но быстро вел змейкое кольцо и складывал разноцветные блоки башни. В соревнованиях самое главное – быстро бегать и ловко делать. За соблюдением правил конкурса следила судейская коллегия, которая фиксировала время и начисляла штрафные секунды за нарушения. По результатам отборочного тура сильнейшие команды вышли в финал и продолжили борьбу за главный приз. Все участники семейных стартов получили дипломы и памятные подарки. Зима не за горами, а значит, пора утепляться. В Ледовом дворце открылась выставка продажи изделий от казанской компании «Снежный мех». У сравчан появилась уникальная возможность приобрести шубу или дубленку по беспрецедентно низким ценам. Уже более 10 лет компания «Снежный мех» радует покупателей своими изделиями. Каждая шубка или дубленка – это настоящее произведение искусства. Модель по душе на выставке продажи найдет для себя каждый. От сдержанной, не выходящей из моды классики, до ультрастильных дизайнерских решений, покоривших мировые подиумы. Наши специалисты выезжают несколько раз в год на международные выставки меховые, чтобы отслеживать новые тенденции в производстве меха, в пошиве. И мы вам привезли все новые новиночки этого сезона. Изысканная норка, практичный мутон, изящный муранский козлик – эксклюзивные изделия из каракули и енота. Эти меха никого не оставят равнодушными. Дубленки и куртки – как женские, так и мужские, а также головные уборы. Всего более 300 моделей. Наличный и безналичный расчет, кредит, рассрочка платежа. Ваша зима обязательно будет красивой и теплой с меховой компанией «Снежный мех». Выставка работает в Ледовом дворце с 6 по 8 ноября с 10 утра до 8 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.